В ноябре 1998 года в Солнечной Калифорнии ушел из земной жизни талантливый переводчик сталинского правления Валентин Бережков, ставший, по словам одного из американских профессоров, связующим звеном с эрой многих известнейших людей. Последние годы Бережков работал секретарем советского посольства в Вашингтоне, читал лекции в ведущих университетах США и занимался написанием увлекательных мемуаров. Среди сильных мира СИО, с которыми Бережкову довелось общаться, Черчилль, Рузвельт, Риббентроп, хотя для многолетней успешной работы требовалось не только блестящее знание языков, ум, быстрая реакция, но и физическая выносливость. Важно быть здоровым и позитивным. Мы не имеем права простудиться, должны следить за состоянием полости рта, пищеварением, регулярно питаться, работать 25 часов в сутки, но при этом спать не меньше 7,5, чтобы всегда оставаться в хорошем настроении и ладить с людьми. Так описывал базис профессии дипломат и лингвист Владимир Факов. Он же приводил в пример случаи, произошедшие с Бережковым. Бережков во время обеда на конференции в Тагеране сунул в рот кусок бифштекса, сговорил Черчилль, но Валентин не смог произнести ни слова. «Вас сюда не есть, позвали», – пробурчал Сталин ему в ухо. Тагеранская конференция, событие которой Бережков описал в своей книге «Тагеран 1943», а по ее мотивам был снят одноименный фильм, стала вершиной карьеры для личного переводчика Сталина. «А где же ваша знаменитая трубка, маршал Сталин? Та трубка, которой вы, как говорят, выкуриваете своих врагов?» – спрашивал Рузвельт. «Я, кажется, уже почти всех их выкурил», – парировал тот. Судьбоносный выбор кандидатуры Бережкова состоялся во время визита секретаря американского посольства Болина, который впоследствии Валентин Михайлович описывал так. У Павлова тогда будто бы возникли трудности с переводом, и Болин принялся помогать ему. И это не понравилось Сталину. Он обратился к Молотову. «Почему американец поправляет моего переводчика? Это не его дело. А где Вячеслав, тот молодой человек, что переводил беседу с Гитлером? Пусть он придет и поможет нам. Но он ведь переводил на немецкий. Ничего, я ему скажу, будет переводить на английский». Но фавор у любимчика продолжался недолго. В 1945 году по подстрекательству НКВД Бережкову пришлось уволиться из Наркомата иностранных дел. И только заступничество Молотова помогло ему остаться живым. Причиной опалы стало то, что родители переводчика во время Второй мировой войны находились в оккупации и пропали в неизвестном направлении. Их эмиграция на Запад подтвердилась только полвека спустя, когда Бережков встретился с матерью, проживавшей в Швейцарии. Воспитанница Института благородных девиц, она передала сыну лучшие свои качества. Интеллигентность, воспитанность, живой ум. А воспоминания детства помогали ему выстоять в трудные минуты профессии и за пределами родины. Мне видится элегантно обставленная гостиная с собранными шнуром, бордовыми бархатными гординами и кружевными оконными занавесками. Удобные кресла с высокой спинкой, столики покрыты кремовыми салфетками с длинными кистями. На полу толстый ковер и шкура белого медведя. Входят бабушка и моя мама с теми молодой офицер с Георгиевским крестом. Это мамин брат, мой дядя Лени, приехавший с фронта. Он садится за рояль и гостиной наполняется обволакивающими меня чарующими звуками. Картина постепенно затемняется. Картина постепенно. Картина постепенно. Картина постепенно.